Добрый день, уважаемые зрители! Возможно, кому-то добрый вечер и доброе утро! Это третье видео в антикризисном курсе. Сразу отвечу, еще раз отвечу и отмечу на такой момент, который, наверное, упускается. Я уже говорил, я несколько дней назад защитил диплом на специалиста по государственному и муниципальному управлению. Поэтому темы на канале станут шире и начнут включать в себя государственный менеджмент. Постепенно. Поехали. Об управлении рисками. Но сегодня мы говорим очень мало о государственном менеджменте и очень много о бизнесе. Наконец-то! Кому не нравился госменеджмент, добро пожаловать. В момент наступления кризиса все были в шоке. Потом стал получать целый массивый вопрос. И суть этих вопросов в корне своей сводилась к следующему. Что делать? Когда с этими вопросами начинаешь разбираться, понимаешь, что эти проблемы могли быть решены заранее. Эти вопросы могли быть раскрыты раньше. Почему это было все не сделано? А потому что в российских компаниях очень мало уделяется внимания управлению рисками. Давайте с вами по порядку. Первое. Это полноценный бизнес-процесс. Нет, это не неведомая какая-то хрень, которая выдумана какими-то болванами, которую надо заниматься, потому что это требуют непонятные люди, которые вроде как занимаются ИСО. Меня ИСО не вам интересует ни в какой степени. Управление рисками – это фундаментальный архитектурный процесс. Потому что даже когда в старину ЗОЧИ проектировал здание, он задавал себе вопрос, а здесь бывают землетрясения, или сели, или наводнения. А может быть, песок поедет. А может быть, армия вражеская будет идти. Риски. Что такое риск? Часто в это слово вкладывают негативные. Ну, если я не согласен. Риск – это вероятность. И вероятность наступления некого события. Как положить «но», так и отрицать. Ну, надо понимать, что это такое исключительное событие. Почему? Потому что мы с вами постоянно находимся вероятностью. Постоянно. Я могу выйти в магазин, а на меня она упадет в рояль. Вероятность этого очень мала, но риск такой есть. Вероятность, что на меня упадет летающая тарелка инопланетян с Сириуса ниже. Почему? Потому что инопланетяне Сириуса не столь вероятны, как рояль. Да. Или меня может сбить машину. Это еще более вероятнее, чем рояль. Я могу отравиться, я могу заболеть ковидом и умереть. Взирая на то, что у меня даже ревакцинация есть. Это все риски. Но есть риск, что я найду внутренний билет и выиграю миллион долларов. Или сколько там сейчас дают? В этой артерии русского АТО. Восьмиллион рублей. Есть риск, что меня пригласят на работу в министерство. Есть риск, что мне повысят доходы. Есть риск, что я приму решение освоить какую-то профессию, которая вообще раньше не коррелировалась со мной. Какую-нибудь совершенно новую, уникальную для меня. И это позволит мне прорваться на другой уровень совершенно работы. Это все риски. Так вот, в вашей компании есть риски. Есть риск, что с вами откажутся работать все постучки. Есть риск, что произойдет пожар на территории вашего завода. Есть риск, что сотрудники решат, что все уволятся. Но такие риски маловероятны. Сильно более вероятны риски, менее радикального характера. Например, что уволятся, там четверце трек. Компаний, которые фундаментально рассмотрели свои риски, очень мало. Их ничтожное количество. Менее 10%. И они говорят, да, мы занимаемся риском. Я говорю, хорошо, покажите мне матрицу рисков. Я не говорю какие-то сложные совершенно вещи, риск-стандарты. Это просто матрица рисков, в которой написано. Функция, там, закупки, логистика, IT. Риск. Название риска. Содержание риска. Примерная вероятность его возникновения. Опять же, никаких цифр. Низкая вероятность, там, средняя, высокая. Низкая, там, допустим, до 25%. Средняя, там, от 25 до 50. Высокая, от 50 до 75. И, там, очень высокая, от 75 до 95. Скорее всего, это произойдет. Причина риска. Последствия риска. Ну, и последнее, там, допустим, способы преодоления. Можно еще одну колонку добавить, там. То есть, первая, предпоследняя колонка. Способы предотвращения. Последние способы преодоления. Ну, я думаю, равенцы понятно, что способы преодоления, это когда он уже исполнился, допустим, как быстро потушить пажа с минимальными потерями. А способы предотвращения, как вообще его не допустить. Покажите мне эту простенькую матрицу из нескольких столбов. Кстати, я сейчас ее проговорил, и вы можете, там, аккуратно стоять на запись, выслушать еще раз и составить эту матрицу в своей компании. И подписать ее, там, у директора. Да. Это нужно делать регулярно. Это нужно делать. Эта матрица должна актуализироваться не реже, а раза в месяц. Эта матрица должна вестись ответственной ролью. То есть, не кто-то, а конкретная роль. Конкретная роль. Это общекорпоративные риски, в которые могут включать себя группы, например, производственные риски под группами. Это менеджер по управлению рисками. Или риск-менеджер. Поставьте на паузу и поднимите руки. Сами посмотрите на свою поднятую руку. Те, у кого в компании реально были выделены деньги на такую роль. Кстати, этому можно научиться без каких особо сложных проблем. Или совмещение человеку сделать, чтобы он это был. Кому? Нет. Опустите руки, продолжайте. Практически не угол. И да. Следующий момент. Любое изменение архитектурное должно сопровождаться влиянием на риски. Допустим, какие-то риски возрастают, какие-то риски уменьшаются, появляются какие-то новые риски, какие-то вообще уходят. Да. После 28 февраля у меня сложилось ощущение, что риск отваливания, отпадения, ухода европейских поставщиков для большинства российских заводов, практически для всех, он был неформализованным, недетерминированным. Невероятным. То есть, это примерно такой же риск, что вас украдут эльфы из параллельного мира и вы станете мужем эльфийской принцессы. Вот примерно такая же вероятность была. То есть, эти поставщики, они были к вам припечатаны от рождения вашего завода и на все следующие 200 лет. Вероятность, что они вообще просто передумают с вами работать. Вероятность, что они начнут работать с кем-то другим. Вообще эти вероятности не оценивались. И сейчас такой крик. Вот это вот там, эта движуха. Подождите. Я могу сходу привести не одну причину, почему бы они отказались с вами работать. В конце концов, это рынок. Они суверенные. Они не хотят с вами работать. Может даже не потому, что на них давит их правительство. Они просто не хотят с вами работать. Например, мне прислали оффер на работу в другой компании. Я его не принял. Я не хочу. Меня не устраивает этот оффер. Во-первых, не устраивает условия. Во-вторых, я просто не хочу работать с этой компанией. Даже с баней не устроен. И оттуда мне потом звонят. А что нам делать? Теперь вы отказались. То есть вы не заложили возможность того, что я откажусь. Просто как вы мне прислали оффер, я его автоматом должен акцептовать. И это так не работает. То же самое здесь. Да. Исполнились риски, которые называются разрушения. в цепи поставок, в части контура поставщиков. Зато мы радостно закупали все за границей. Зачем развивать свое? Ведь можно купить. Только идите и купите. Идите и купите. Многие схемы просто не работают. Даже в сером. Мы сейчас не будем на канале послушать. А если и получится, то это будет в 5-го здоровья. 4-5-го здоровья. О, и все-таки. Так. У Минпромторга же были планы импортозамещения. А что он все это импортозаместил? Послушайте, в Минпромторге есть научно-исследовательский институт. И производственные площадки. К нему претензия в том, что он этим толком не управлял. Не управлял, а там централизован. И не добивался импортозамещения. Как исполнение. Надеюсь на... Не знаю, на что надеюсь. На то, что... Ах, да. Ммм... Такого риска нет. Такого риска нет. С 14-го года. Если кто забыл, сейчас 22-й. Есть планы. Но сейчас 22-й. Вы в своих компаниях. Посмотрите, чего вам сейчас не хватает. И почему это не производится на территории России? Откройте структуру Интернета. Подождите, что? Зачем мы это приводим? Почему этого нет в России? В России должны опозиться аниме и бананы. Но можно еще фейхуа. Чего остальное должно быть здесь? Образно говоря. Может быть я что-то упустил. Из уникальных товаров, которые мы никак не можем создать на территории страны. Риск-матрица – это важнейший инструмент и до 28-го февраля, и сейчас. Поэтому завершаем это видео и идем его использовать. Сначала составим, затем согласовываем. Спасибо за внимание.